добрый вечер мы продолжаем у нас 12 глава мы добрались до абзаца восьмого звезд со звездочкой это наш сегодняшний урок не пугайтесь мы в конце выберем жизнь итак наш текст в ее основе движение к истокам вернуться к изначальной подлинности к жизни и высшего бытия в их полноте без предел и ограничений стремление к цели самим возвышенной благословенной осеенный высшим сиянием просто и ясно итак шува это возвращение к богу и как мы привыкли возврат возвратиться от греха это возвращение от бога то есть творение это отделение от бога и естественное стремление всего сущего всего творения вернуться к богу раствориться в боге это в общем-то смерть а у нас написано выбери жизнь однако течение жизни у нас позвонит к отдаленном ветвях и чем дальше они от источника тем более наполняются силы действия созидания воплощения тем ближе они к тому чтобы укрепить нашу ограниченную сущность и вот с их помощью мы начинаем считать себя обладателями силы и несокрушимого могущества так чтобы мы себя осущали отдельной сущностью отдельной личностью состоятельной нужно отдалиться от бога отдалиться от творца творец здесь изображается как общий корень и чем дальше перевернутое дерево и чем дальше мы спускаемся от корня к ветвям веточкам и так далее то чем больше мы отдаляемся от бога чем это более частная получается тем больше мы ощущаем свое я и соответственно ощущаем свои силы свои возможности как нечто существует само по себе для этого ощущения можно отдаление от бога теперь обратите внимание уже здесь я хочу указать одно интересное противоречие творение это бог что то делает что от него отдельно от отлично то есть это движение от бога теперь движение всего творения движение противоположное направление к богу чува то что мы сказали и теперь у нас главный вопрос игрушки если мы сделали движение туда и обратно зачем игра бросили мячик в стенку поймали в обратную сторону сделали движение от потом движение к а зачем то есть если мы придем к тому от чего мы ушли то у нас будет очень большая проблема а зачем было затевать всю эту игру поэтому в этом движение нужно будет постоянно искать а что мы привносим сюда нового дополнительного чего как бы не было иначе как мы сказали игра не стоит свечу однако течение жизни у нас вниз и чем дальше нет источника чем чем больше наполняются силы действия созидания воплощения тем ближе они к тому чтобы укрепить нашу ограниченную сущность ощущение как отдельности и вот с помощью начинаем считать себя обладателями силы не сокрушившего могущества еще обратите внимание очень часто и у нас в иудаизме тоже считается как бы что-то ощущение кухи эмоции едей вот я почему-то я сам я чего-то могу на него часто смотрятся отрицательные точки зрения это типа плохо обратите внимание штуров здесь на это смотрит хорошо потому то и чувствуем себя слабыми разбитыми всякий раз когда охватывает нас желание вернуться к изначальному источнику который возвышается над всем разнообразием и будет теперь о полях тут уже интересно но абсолютно логично если с отдалением от бога это дает нам возможность почувствовать собственное я собственное существование а приближение к богу размывает это если отдаление от бога дает нам силы мы все более как бы вот мечтаем что даем силы в смысле что мы считаем что сила она наша мы источник силы мы можем то и можем это то соответственно очень логически из этого вытекает что обратный процесс приближения к богу делает нас слабыми это право вкупу плохо сейчас мы это увидим так поэтому чувствуем мы себя слабыми разбитыми всякий раз когда охватывает нас желание вернуться к изначальному источнику который возвышается над всем разнообразием и горит то есть бог это источник это корень и из него исходят ветви чем дальше тем больше а потом есть движение в обратную сторону это чувак соответственно мы это уже упоминали делая чувак человек становится слабее но до сих пор мы это упоминали включая что это не вся от швы это часть швы это начальная часть швы а потом мы хотим стать здесь же получается что суть швы суть приближения к богу делает нас принципиально слабее тогда вы никуда не убежать и это плохо и по мере истощения сил ослабевает также духовная жажда то есть процесс швы он сам себя он сам себя он сам себя не сводит или к богу я приближаюсь к нему у меня становится меньше сил соответственно не меньше сил но стремление к богу тоже остается если движение затухает что тоже плохо нам нужно бы стремиться к богу но остаться с силами поэтому должны быть все время пока поднимаемся по ступеням к швы крепко держаться практически ветви жизни с их словами и делами идеями и стремлениями и возвышать их вместе с вознесением нашей сущности к божественным высотам к торжеству изначального единения здесь конечно раф касается идеи от швы мысли от швы приближения к богу как каким-то великим идеалам о которых мы хотим думать посвящать свои мысли приближаться к богу и так далее и конкретными действиями в этом мире если вы обратили внимание в нашей книге мы вот именно мало обращаем относительно внимание на конкретные действия а очень много на идеи на большие идеи на приближение к богу и так далее сейчас раф говорит что если взять только эти идеи сами по себе и оторвать их от конкретных действий то эти идеи очень сильно ослабнут и не смогут нам принести той пользы которую мы от них хотим и чтобы эти идеи были на высоте нам обязательно принципиально нужно не оставлять и не забывать практические хорошие практические реализацию реализацию на практике хотя казалось бы когда мы там витаем в каких-то там духовных высших мирах можно сказать что это главное можно сказать наоборот неинтересно вообще нам важно только практика поговорить нет и нет нам нужно и то и другое обязательно нужно не забывать идею главную и цель приближения но с тем чтобы цель достичь нам обязательно нужны и наши реальные земные дела поэтому мы должны все время пока поднимаемся по ступеням чужой крепко держаться так же с их словами и делами идеями стремлениями возвышать их вместе с вознесением нашей божественной высотой тыженству изначально воедине только мы должны не не бросить не оставить реальные дела в этом и так же наша задача их поднимать и возвышать и здесь начинается быть уже намек на ответ на тот вопрос который мы задали в начале а для себя это игра если мы ушли и возвращаемся в ту же самую точку как то игра с нулевой суммой то в чинка выделки не стоит а игра не с нулевой суммой мы с тобой тащим снизу от конца этих ветвей материальные реальные дела и вообще весь наш материальный мир мы его поднимаем и возвышаем это как бы возвышение мира как раньше написано захотел всевышний чтобы мы сделали дом в нижних мирах это то да то есть дом нужно обустроить для всевышнего то есть наш нижний мир нужно поднять и притащить наверх и это будет именно та самая добыча тот самый плюсик который нашу игру выведет из бессмысленного движения с нулевой суммой от бога а потом обратно к богу нет по дороге обратно мы с собой тащим то что на верите называется террор добычу ибо ибо в конце концов как бы не распространяясь в потоке жизни все они пробиваются из источника первозданного света и вместе с сущностью наших душ должны вернуться к изначально высокому высоту и тогда не будем мы больше подниматься не имущими не испытаем ведь не ногими ведь не ногими взойдем на вину ибо с нами богатое наследие наших одежд разнообразных и многоцветных полученные нами от щедрости жизни и вот мы поднимаемся и достигаем зрелости вместе со всеми плодами действия созидания жизни которая в них так и так тогда не будем мы больше подниматься не имущими это именно то что мы сказали в начале наш возврат с внизу вверх обратно к богу мы не можем прийти с пустыми руками потому что будет очень стыдно или ассоциация которая вызывает не голая а мы придем уже одежда это наши хорошие дела по-простому это полнота жизни мир мир наш в котором мы живем нижний мир такой который так себе который мы работы наших рук сможем поднять к божественному миру к божественному уровню притащить его с собой соответственно ему нужно быть соответствующим не просто так мы этот мир изменим это будет наша одежда которая красивая в которой мы облачимся то что у нас будет что мы возьмем с собой и это будет тогда не пустое поднимание обратно к богу а именно поднятие с добычей добыча это вся палата жизни в мире это этот мир который приподнят поднят до к богу и бы с нами богатое наследие наших одежд разнообразных многоцветных получены нашим нами от щедрости жизни во всех его проявлениях нет бога это наша заслуга то что вы действительно принесли и и вот мы поднимаемся достигаем зрелости вместе со всеми планами действия созидания и жизни которая в них с жизнью мы поднимаемся и еще одно место которое я пропустил есть и не испытаем упадка сил то что мы сказали отдаление от бога дает нам силы ощущение собственной якости собственного эго собственного существования соответственно обратно движение отнимает нам силы в тот момент когда мы хватаем с собой это как бы мирскую жизнь реальную жизнь не оставляем ее вот мы тут как это говорят в башне слоновой кости тут занимаемся моральными моральными духовными тут вопросом что потом эту жизнь ее исправляем получаем и не бросаем ее тогда нам самим тоже будет плохо берем ее с собой в нашем путешествии наверх и тогда вот этого упадка сил у нас не будет ну вот как то так все у меня у вас не что-то добавить поспорить согласиться не не я не поспорить если можно я как бы уточнить потому что не а я же говорю нет не слышно алё извиняюсь слышно меня слышно слышно хорошо слышно слышно все спасибо вот смотрите предполагается же что эту книгу будут люди читать разные без ваших объяснений Натан правильно же ну вот вот и смотрите тут у меня с ветвями вопрос может быть как-то по-другому это обрисовать потому что картинка не получается уносит нас вниз к отдаленным ветвям эти в мозгах русского человека это два понятия не очень отдаленные это как раз верхние может быть как-то я не знаю ну вот не очень правильно поэтому я сказал что здесь это мы говорим про перевернутое дерево когда бог это корень всего а все остальное это как бы из этого корня исходят ветки мы говорим про пример как перевернутое дерево может быть может быть лучше использовать реки я не знаю просто урава там говорится про ветки в реке в реке в реке движение наоборот от источников к кустью не Натан я к тому что вы смотрите мы прочитали текст вы нам объяснили это дерево такое перевернутое а в тексте этого нету вы то не звучите за кадром все время вы понимаете вот я о чем я вам скажу сейчас где вот я смотрите к источнику жизни и так далее значит ветви вниз мы сказали а вот пожалуйста вернуться к изначальному истоку который возвышается над всеми разнообразиями корень над ветвями то есть перевернутое дерево здесь написано может быть намеком но написано давайте посмотрим еще так поднимаемся по ступеням то есть мы идем с нерва по простому человеку который будет просто читать не разобраться к божественным висотам к торжеству изначального единения то есть мы идем в более крупное в общем корень итак давайте в конце его в конце концов как бы не распространились вдали в шире потоки жизни все пробиваются из истока первозданного света опять таки есть общий корень из него исходит все вся полнота жизни дальше и дальше расщепляется и вместе с сущностью наших душ также должны вернуться к изначальным высотам то есть в обратную сторону идем наверх то есть если прочитать это как бы внимательно несколько раз то вот это вот без моего объяснения вот это вот перевернутое дерево оно стоит теперь я объясню кое-что я объясню ваш вопрос очень правильный и хороший смотрите Рав Кук не писал книгу Ротучева если я правильно понимаю может быть я ошибаюсь насколько я помню Рав Кук не писал книгу Ротучева Рав Кук написал сам первые три главы все остальное это собранная солянка из отрывков раба которая относится к чуге к идее чуге его сын Рав Цвиуда нас собирал из то что называется дневников раба из мест разболсанных там и сям и получилась книжка Ротучева теперь часто в данном случае также раба пользуются богатым арсеналом ассоциаций мидрашин каких-то воображений и так далее которые люди которые учили у них сразу ассоциации эти они очень четко начинают бежать а те которые нет то нет то есть я то есть мы обсуждали эту тему можно ли учить только самого по себе да можно немножко если бы я знал хорошо писание хорошо 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 и тогда очень много чего бы а в дополнение к этому хорошо знал философию Шопенгауэра Шпинозу Канта и так далее мне было бы совсем классно потому что очень часто спорит с ними не упоминает напрямую было бы но мы не там то что знаем учим то что как бы знаем откуда это пытаемся притянуть вот так вот так то есть и то что я еще раз то что я как бы рекомендую себе и всем остальным право хорошо читать несколько раз дать этого немножко перевариться и прочитать еще еще очень важно право нельзя читать предложение за предложением право обязательно нужно читать в целом вот этот вот весь отрывок нужно держать весь его от начала до конца и в свете всего отрывка можно понимать каждое предложение мы как предложение само по себе может быть непонятным но оно раскрывается дальше оно раскрывается того что будет или того что было оно как бы играется весь отрывок он играется сам с собой он перекликается сам с собой поэтому очень важно читать много раз потому что при многоразовом прочтении практически весь отрывок стоит, я уже знал, как дальше потечет мысль, как дальше идет повествование, мне гораздо проще, когда я вижу общую книгу, мне гораздо проще разобраться с деталями. Понятно, чтобы увидеть, то есть это такая вот змея, кусающая себя за хвост, понятное дело, но именно в этом, чтобы схватить это понимание, нужно читать много раз. Опять-таки, как мы вот на прошлом уроке касались, есть люди, у которых лирическая душа, и они как-то хватают волну Равкука, им ничего не нужно, они читают, они вот плотно, я на этой волне все понимаю, я не там, я ничего не понимаю, ничего не понимаю. Очень часто я читаю, говорю, ой, не только что тебе непонятно, ты этого никогда в жизни не поймешь, а потом на седьмой, восьмой раз, опа, Рав-то говорит про это, а теперь давайте еще почитаем. Ну, что делать? Да, текст немножко сложный, но читать его можно, все в порядке. Вот, это то, что и мне есть вот добавить. Это я заметила, что у меня небольшие трудности с пониманием начались ровно с одиннадцатой главы. Так мне было, в принципе, ну, конечно, не странно понимаемо, но на одиннадцатой главе я начала абзацами глохнуть. Там, может быть, кто-то поменялся или что-то, я не знаю, поэтому у меня со скрипом вот с одиннадцатой именно главы, вот так вот я периодически запутываюсь там, без ваших объяснений вообще бы не поняла ничего, мне кажется. Ну, значит, хорошо. Значит, если с моими объяснениями... Нет, важно с моими объяснениями, что, послушав мое объяснение, вы согласны со мной, что это то, что написано в тексте, а не то, что я тут красиво рассказал. Это мне очень-очень важно, потому что красиво говорить я умею, но это мне абсолютно не интересно, как бы, если это не то, что Рафаэль пишет. Вот. Если мои объяснениями помогают, то для этого я и провожу уроки, потому что... Вчера я нам все перевела, а зачем я нужен броню? Я вам честно скажу, я как, в принципе, вопрос согласна, не согласна, не ставлю себе. Просто есть еще версии, и все, нет у меня такого согласия, я споры терпеть не могу. Вот. Я лучше... Это как версия, то ли не согласна, не согласна. Почему я должна с вами не соглашаться? Вы, в конце концов, ну, с какой стати? Я на уроке на вас скажу. Ну, вот. Просто как альтернативная версия, там, свежий взгляд. Я вот так вот даю свои комментарии какие-то. Очень хороший, очень хороший подход, мне нравится. Именно, мне очень нравится такой подход, именно так. Потому что есть много взглядов и так далее. Вот есть такой взгляд, давайте его посмотрим. Да, очень хорошо, мне очень импонирует. Ширель, вы что-то тоже хотели добавить? Я просто хотела сказать, что я тоже, когда читала этот отрывок и пыталась его переводить, поначалу мне трудно было поймать этот образ и каким-то образом его воплотить. Вот с этими ветвями, так что я понимаю, действительно. Ширель, нет, вы просто, вот это отлично от меня, с Новым годом, вы переводчик просто потрясающий. Я не понимаю вообще, как вы это перевели. Да я сама не понимаю. Я просто, ну, значит, так, Аша, вот, тем более, значит, значит, так все правильно. Но это просто, вот как это можно перевести, у меня в голову не укладывается, и так ты не поймешь, что перевести. Боже мой. Ну, смотрите, что переводить в философию. Нужно быть философом, чтобы переводить Равкука. Нужно таки в труды попасть в его волну. Раньше, позже, там. Иначе, ну, так же, вот, как вы сказали, не понять, не поняв. Не понять ни одного предложения, не поняв. А не поняв всего и перевести точно совсем нельзя, конечно. И наоборот. В тот момент, хотя вот как-то получилось перевести, значит, что это хорошее принимание. То есть оказывается, что на самом-то деле ширель уже не очень может. Вам может быть больше, а вот ширель, видимо, уже нет. Я же, может, сама преподавала. Чем больше мнений, тем лучше. Чем больше народ, тем больше мнений, тем лучше, тем не истина, я думаю. Хорошо, тогда давайте, значит, остановимся на этом. Ну, значит, на следующем уроке, на следующей неделе урок у нас, видимо, не будет. Соответственно, мы встретимся через две недели с Божьей помощью. Спасибо всем пришедшим, что вы мне тут не бросаете одного. Ну, хорошо. Натан, у вас параллельно сейчас есть урок на иврите, да? Нет, в Йом-Хамише у меня урок на иврите достаточно, и это самое, и тоже я там разрядил, и сейчас тоже на раз в две недели вместо раз в неделю хватит. Подождите, а Мамаргадор вы где учите? Мне вот как раз, потому что мы сегодня учили Митора, Митора немножко жить хочется. Да, что вы еще раз говорите? Я говорю, а Мамаргадор вы в какой группе учите? Ма, что, еще раз? Мамаргадор. Вот, на этом уроке, который в Йом-Хамише украина мы учим на иврите-то. А, то есть урок от Швова уже прошли. На иврите уже его закончили. А, вы какие молодцы. Так как это в ЦФАТИВО прошло, как от Швотин прошли? Ну, в ЦФАТИВО его несколько лет проходили. Мы не молодцы, может так. А в Иврите в ЦФАТИВО немного дольше. А в ноябре перевод перевод не нужна. И вот как бы гаранта... Соответственно, в ноябре... Хорошо. Хорошо, спасибо. Большое всем спасибо за внимание. Спасибо. Добрый вечер. Всего доброго. До свидания.